Та-та-та-та-та-та! Пётр Семилетов представляет обзор телефона FlyDS 123 Вот такая коробочка, мы её не будем открывать В ней находится стандартная USB-зарядка, наушнички и инструкция Вот, телефон Большой Довольно большой телефон Глянцевый пластик сзади марки не марки разницы нет спереди клавиши с весьма ощутимым люфтом но он в пределах допустимого не сбоку не сверху не снизу кнопок нет на задней панели мы видим камеру 1 и 3 мегапикселя и очень громкий динамик музыкальный на нижнем торце фонарик вот фонарик разъем для наушников и usb порт служащий как для подзарядки так и для подключения компьютеру при подключении компьютеру под вендой я не пробовал а под линуксом телефон видится двояко как накопитель карта памяти так и доступна внутренняя память телефона который около 1 мегабайта он давайте мы его включим такая заставочка по умолчанию красивая дисплей хороший хорошие углы обзора разрешение 320 на 240 вот мы видим углы обзора такие приличные фонарик получается такой фонарик за навигационным клавиши можно закрепить функции различные это например плеер смс то все о хороших сторонах и плохих сторонах этого телефона плохие странная прошивка например при наборе смс и вообще текстов по умолчанию включен верхний регистр символов его можно конечно переключить вручную в нижний регистр но при повторном наборе текста это настройка сбрасывается опять верхний регистр далее но это принципе присущи всем телефоном на платформе мтк очень слабая джава машина вот мы сейчас включим какую-нибудь игру игру игры устанавливаются сколько угодно на карту памяти я их устанавливал не сколько угодно они много нормально пошла змейка и простенькая игра типа гонок там нормально а вот даже ну давайте включим бродилку мегамэн вот и посмотрим как работает простейшая графика Здесь никакой плавности. Ну то есть можно играть, но вот такое тормозное. Я запускал еще змейку, змейка тоже тормозит. Давайте мы закроем это дело. В самом флайе предустановлены две игры. Это Assassin Grid какая-то там часть и еще гонки пробной версии и примитивные гонки нормальной версии. Очень странные они и спрятаны где-то в меню, я уж не помню где. О камере. Камера снимает худо, но для бюджетника приемлемо. Видео камера тоже снимает худо, но для бюджетника приемлемо. Давайте, чтобы портрет сфотографировать можно. Причем настроек в камере очень много. Вот давайте мы посмотрим. Ой, сейчас вижу камеру. А вот, прежде чем мы обратимся к камере, давайте посмотрим на меню. Вот такое вот меню. Тут у нас есть телефонная книга, сообщения, центр вызовов. А вот в приложении тут флай насовал как раз вот эти игры. Асфальт 6 и Assassin Grid 3 часть в демонстрационном режиме. А еще есть тут под меню игры и в нем, собственно, простенькая гоночка формула 1. Ну давайте ее включим. О, прям как Zip Race на Dendy. Вот так мы видим. Вот такая музыка сопровождает всю игру карнавальную. Это Java игра. Так. А может и Java, потому что она так включилась быстро. Так. Радио. Радио чем интересно, что оно работает без всяких наушников. Сейчас его надо выключить. Выключается оно вот кнопкой вниз. Я специально никакую станцию сейчас не включаю, потому что одной рукой неудобно выключать радио. И так радио. Замечательно. Работает без наушников в качестве антенны. Само по себе. Теперь плеер. Плеер, вернее звуковой чип делает этот мобильник мечтой меломана. Потому что музыка при прослушивании в наушниках очень качественная. Даже лучше, чем в музыкальной линейке телефонов от Fly, где были звуковые чипы от Yamaha. Я не знаю какой тут звуковой чип, но он звучит лучше, чем Yamaha. И поэтому я сделал этот телефон своим вторым телефоном и слушаю на нем музыку. Очень хороший звук. Громче, разумеется, чем во всех телефонах, где соблюдаются требования Евросоюза о громкости. И очень хорошее качество. Хорошо звучит и просто динамик такой внешний. Вот давайте послушаем, как он звучит. Что-нибудь такое включим. А, вот о том, как устроен плеер. Плеер проигрывает папки. То есть он не вываливает вам коллекцию, а вы сами создаете список. Вот, в список вы добавляете нужную музыку, выбирая ее из папки. Вот давайте мы посмотрим. Вот мы хотим добавить сборник Евроденса. И теперь мы возвращаемся обратно в список. И там вот уже все это есть. Вот давайте послушаем, как звучит внешний динамик. Дорог по каучу бит с композицией Мистер Вейн. Дорог по каучу бит с композицией Мистер Вейн. И на звонке тоже хороший звук получается. Поэтому телефон громкий. Что-то качество разговорного динамика приемлемое, как и микрофон. Теперь о том, как идут фильмы. В отличие от джавы, которая зависит от скорости процессора. Фильмы декодируются тут тоже отдельным чипом, как и музыка. И поэтому фильмы идут. Разрешение 320 на 240. MP4 со звуковым кодеком AC3. Вот давайте посмотрим, как работает. Я опять иду. Вот идем на карту памяти. Я сюда загнал. Что я загнал? Ужастик. Старый ужастик. Пункт назначения. Часть первая. Давайте посмотрим, как он идет. Сейчас мы перевернем экран. Я правда не помню, какой кнопочкой. О! Вот. Вот так идет пункт назначения. Сейчас мы его прокрутим дальше. Вперед. Вот. Для того, чтобы экран вращать, жмем вот эту кнопочку. Вот. Чего бы я не ожидал от бюджетника Flight, это что так идут фильмы. Хорошо идут фильмы. И звук хороший. То есть можно смотреть. Ого-го, какой телефон. Так. Теперь. О картах памяти. Я сюда поставил карту памяти на 32 гигабайта. Причем такую скоростную. Работает на ура. О других плюсах и минусах телефона. Даже. Ну, про джаву я уже сказал. Некоторые изображения не показываются в JPEG. Непонятно почему. То или разрешение не нравится, то или размер файла. На борту телефона есть читалка книг, но только в формате текст. С возможностью выбора кодировки. Вот. Почтового клиента нет. Есть встроена Opera Mini и есть такие закладочки, что ли, на сервисы ВКонтакте, LiveJournal. Но я их не пробовал, потому что я тут не настраивал интернет просто. У меня тут в тарифе просто интернетов или нет. Я не хочу с этим разбираться. Но, когда одно из приложений попыталось сумнуться в сеть, то возникла буква G. То есть, GPRS заработал. Так. Пора нам этот обзор уже завершать. Что еще такое? Оргонайзер. Ну, стандартные для оргонайзера вещи. Там заметки. Калькулятор. Ля-ля-ля. Секундомер. Вот фонарик. Что я могу сказать о фонарике? Ну, можно подсветить дверь, если ключи чами надо открыть в темноте что-нибудь. Диктофон есть, пишет с хреноватым качеством. Может писать ВАВ и может писать АМР. Но ВАВ он пишет не очень хорошо. А в АМР еще хуже, но разобрать можно. Так. Видео-альбом, аудиоплеер. Никаких тем оформлений нет. Вот как есть, так есть. Можно менять обои предустановленные. Это вот предустановленные обои по умолчанию. Мне не понравилось, я их не менял. Вот мы можем посмотреть на дисплейчик такой. Вот. Вот такой отличный телефон. А! Главное. Это серия Flyer. Называется она X-Live. X-Live это долгоиграющая батарея. Она тут, я уже не помню, не то на 1400, не то на 1700. Ну, в общем, при таком нехилом использовании у меня этот телефон без подзарядки проработал около недели. И это при том, что я его не подзаряжал со времени покупки. А теперь я его вот только первый раз подзарядил. Две сим-карты. Я вставил одну сим-карту. С двумя его не пробовал. При вставке сим-карты можно скопировать на телефон те телефоны, которые были на сим-карте. Номера, контакты, то есть и смски тоже. Вот такой телефон. Даю ему оценку 10 баллов из 10. Всем советую, если не в качестве основного телефона, то в качестве второго. Но если бы у меня не было смартфона, я бы вполне носил этот как основной телефон. Советую. Та-та-та-та-та-та. А вот он в сравнении со смартфоном Fly. Тоже вот размер такой относительный. Чтобы Вы знали. Вот толщина. Это толще. Это такой толстенький. Сборка хорошая, качественная. Можно орехи колоть. Жесть.